Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Ну вот мы с вами и заканчиваем сегодня чтение 6 главы Евангелия от Луки. Мы очень не торопясь продвигаемся, но это и понятно, мы стараемся вкапываться в смысл, мы стараемся читать Святых Отцов, комментировать, изучать толкование на каждое, каждое зачало, на каждую строчку. Поэтому чтение идёт так медленно, углублённо, но, как мне кажется, в этом большая ценность наших встреч, потому что именно так нужно читать Евангелие, кроме того, что мы слышим его в храме или читаем его довольно скоро, иногда утром, после утренних молитв, нужно находить время для вот такого детального чтения, погружения и освоения евангельского текста. Я в этом вижу очень большую пользу. И вот сегодня мы с вами начинаем с 46 стиха, дойдём до 49, то есть закончим читать 6 главу церковнославянской у нас с вами. Евангелие, разбитое на зачало, то есть на отдельные фрагменты. Зачало 28 у нас с вами сегодня. Что же мя зовете, Господи, Господи, и не творите я же глаголю? Всяк гряды ко мне, и слышай словеса моя, и творя я, скажу вам, кому есть подобен. Подобен есть человеку, зиждущую храмину, и же ископа, и углуби, и положи основание на камени. Наводнению же бывшу, припади река храме не той, и не може поколебать и я, основа на бубе на камени. Слышивый же и несотворивый, подобен есть человеку, создавшему храмину на земли без основания. Есть же припади река и абе подеся, и быстрозрушение храме не то я вели. Вот так можно сказать, что Господь наш заканчивает Нагорную проповедь вот таким величественным и очень таким мощным образом, аккордом таким. Господь дает нам образ строителя дома. И прежде чем рассказать вот эту притчу о строителе, Господь говорит слова, что зовете меня, Господи, Господи, а делак не творите. То есть вот сейчас вы слышали мою проповедь, теперь приступайте к делу. Не величайте меня, Господь наш, Владыка, Создатель, Учитель, а делом докажите, что это действительно так, что вы мои ученики. То есть творите дела. И вот творение этих дел, он сравнивает со строительством дома. Вообще у нас в Палестине и в Иудее, да и в Галилее тоже, естественно, в основном-то почва, конечно, каменистая. Поэтому для того, чтобы построить дом, человеку несложно найти хорошее место, где у дома будет крепкое каменное основание. И вот как строить дом? Даже если есть земля, да, землю можно сравнить с песком. Объясню, почему. Да, у нас, во-первых, есть и песок, но это скорее тогда берег Средиземного моря, вот та вся часть. Кстати, город Тель-Авив построен фактически на песке. Удивительно, как он вообще стоит и держится. Так вот, если говорить о земле, то наша земля в зимний период, когда разливаются повсюду просто реки и ручьи, и вода бывает просто потоком идёт, наша земля, так же, как песок, она очень неустойчивая. Она глинистая, она очень быстро размывается от дождя, и просто такой вот боц, мы на иврите это называем, такая грязь липкая, склизкая, ну, представляете себе. И, конечно же, когда бывают сильные ливни, то неудачно построенное где-то вот помещение, строение, домик какой-то может и смыть элементарно. Вода с гор идёт, да, и смывает всё, что стоит нехорошо и неправильно построено. Поэтому обычно выбирали место каменистое. Если там и была земля, её убирали, или песок, да, тоже убирали до самой-самой глубины, где начинались уже камни, вырывали эту яму, и там уже закладывали фундамент. Фундамент. При том, в древнем зодчестве было такое понятие, как краеугольный камень. Мы с вами это понятие встречаем и в Евангелии. Это камень, на котором зиждется здание, то есть камень, который несёт на себе всю нагрузку здания. И без этого камня в основании здания, в фундаменте не закладывали строение, потому что тогда оно будет неустойчивым. И вот в древности, в языческие времена, под такой камень клали жертву. Или животные приносили в жертву, или если это строился, например, город, да, целый и царский дворец, да, то тогда в основании клали человеческую жертву. И считалось, что камень этот имеет ещё и символическое значение, ну, как бы религиозное значение, да. То есть, если под этим камнем находится жертва богам принесённая, то боги будут охранять этот город или этот дом, да. И вот поэтому Христос и называет себя краеугольным камнем, который должен быть в основании здания. И в этой притче тоже человек, построивший дом на камне, заложивший камни в фундамент, будет иметь своё строение крепким. И никакие бури и потоки его не снесут. И вот святые отцы говорят нам, что камни вот эти прочные – это добрые помыслы, христианские помыслы. Это намерение жить чисто, жить по заповедям Божьим. Сам же дом – это здание человеческой души. Так объясняет и Феофилакт, и Болгарский, и, конечно, Макарий Великий. Тихон Задонский тоже об этом пишет. И вот действительно, как говорят нам святые отцы, что бы мы ни начинали делать, нам нужно положить в основании Христа. Каким образом? Как мы можем это сделать? Вот перед мысленным взором нужно иметь Господа. И должен он быть для нас образом и примером в любом деле, во всём. Вот предстаёт перед нами образ Христа. Его поведение, его жизнь, его служение, его заповеди, его учение, его смирение. И вот как бы постоянно сравнивая свои действия из себя со Христом, мы начинаем жить и действовать. То есть святые отцы говорят, что тот, кто фундамент свой закладывает на камни, вот он как бы вырывает, выкапывает эту землю, песок, чтобы дойти до каменного основания. Вот эта земля и песок – это наши страсти, наши вражьи и помыслы, наши мелкие желания, которые нужно удалить и дойти до вот этой прочной основы желания христианской жизни, добрых помыслов, желания чистоты. И положить в основании главный краеугольный камень – образ самого Христа. И вот от этого, отталкиваясь, уже строить свою жизнь, будь то рабочая наша карьера, будь то наша семейная жизнь, будь то наша жизнь с близкими, окружающими, или служение церковное, да что угодно, собственно говоря. И вот на самом деле это удивительно важная и мудрая притча. Почаще о ней рассуждать, может быть, даже с детьми ее обсуждать, потому что очень часто мы с вами затеваем что-то в жизни. И оказывается, что мы в конечном итоге строители воздушных замков. Приходят бури, испытания, искушения, скорби, болезни, гонения, да все что угодно. Думаю, образ всем понятен. Проливные дожди, очистительные от Господа. И вот наш замок воздушный исчезает, как мираж, и оказывается, все, во что мы верили, чего мы строили, оно оказалось совершенно недолговечным, нежизненным, невозможным для существования. Даже на наш век не хватило, не то что там уж на века или на поколение. И вот особенно это важно иметь в виду молодым людям, потому что в молодости, в отрочестве, в молодости мы очень много мечтаем, мы очень много планируем, строим, особенно если у нас есть какие-то таланты, какие-то увлечения, и наше влечение сердечное нас куда-то влечет в какие-то дали, а тем более, что как нас с вами воспитывали коммунисты и в школе, да, вот, ну и как вообще воспитывают часто и сейчас, неверующие педагоги, люди, да, человек строитель своего счастья, правильно? Человек всего-всего-всего может добиться сам. Главное это очень хорошо учиться, очень прилежно трудиться, главное это добиваться, идти вперед к цели, быть смелым, уверенным в себе, дерзким, дерзайте и так далее. Нет, я не хочу сказать, что это неправильно. Христианин это не пессимист и пассивный человек, который молится Господу, ну как Господь даст, а сам при этом ничего не делает. Нет, конечно нет, христианин и делает, и стремится, и трудится тяжело, и в какой-то степени мечтает, так сказать, да, достижение цели. Это естественно, это нормально, человек не должен быть каким-то вялым и, да, так сказать, безинициативным. Но в чем разница, что важнее, достижение цели или стремление понять волю Божию и достигнуть цели так и в такой мере, в какой Богу будет угодно? Что важнее, осуществить свою мечту или исполнить волю Божию и смиренно жить со Христом? Да, то есть вот подчинить стремление и полет своей фантазии, своего сердца воле Божией и учению Господа, и Христа положить в основу, а не свое представление о том, как я хочу, чтобы в результате мое дело получилось. Вот это очень тонкий момент, и мне хочется особо о нем сказать, потому что и мне он близок в моей собственной жизни. Когда я была ребенком, я была очень-очень талантливым музыкантом маленьким, и мой педагог горячо любимый, и все вокруг педагоги, и взрослые говорили, что мне звездная карьера с мировыми оркестрами просто уже обеспечена, да, с моими талантами к музыке и моим просто нечеловеческим трудолюбием совершенно, и фанатизмом в смысле занятий музыкальных. И уже определенный образ как бы сложился, и поскольку действительно у меня, во мне много музыки живет, и действительно у меня есть большое, скажем так, большое сердечное расположение, влечение к музыке, то где-то не хватило в молодости определенных сил, разума и сознания христианского подчинить это все Христу. Нет, я никогда не переставала ходить в храм, молиться, исповедоваться, причаться, но был некий такой раскосец, то есть как бы это в одну сторону, а это в другую сторону. То есть я вроде бы и тут все делаю, и тут все делаю, но оно идет в разные стороны. И вот Господь при помощи переворота жизненного и города Иерусалима все это изменил и соединил в одно, и дал мне ту жизнь, не ту, о которой я мечтала, поверьте, абсолютно, а ту, которую нужно было для моего спасения, для, может быть, людей вокруг меня, для моих родных, близких, вот для моего мужа и деток, которых бы у меня, скорее всего, не было, если бы все осуществилось так, как мечтала я, в самом красивом платье, с самым хорошим дирижером и на самой крутой сцене, да, и с каким-нибудь, желательно, концертом Брамса или Сибириуса. Вот, а на самом деле это было не нужно, не нужно ни для спасения моей души, ни, видимо, для каких-то других вещей, это было не нужно. И если бы я вовремя могла это понять, то, возможно, я смогла бы свои музыкальные таланты уже тогда в какое-то немножко другое русло направить. Ну, я не говорю, что я бы стала там регетом церковного хора, нет, но, может быть, преподавательская деятельность, может быть, я бы стала играть в ансамбле, в квартете, опять же, что-то более пониже, да, может быть, я даже не знаю, может быть, я стала бы учёным, например, искусствоведом или музыкологом, и помогала бы музыкой потом в перспективе каким-нибудь больным людям, какая-нибудь музыкальная терапия. Но есть же масса, как бы, да, профессий, связанных с этим делом, которые могут быть полезны. И если бы я почувствовала каким-то образом тогда волю Божию о Господе обстоятельствами, очень, так сказать, ясно показывал, что что-то идёт не так, но моё упорство и трудолюбие, и уперстость характера, опять же, да, сильного. Ну вот, всё это правильно. Но я имею в виду, что очень хорошо детям объяснять, что дом свой, свою карьеру, жизнь, существование нужно строить на смиренном подчинении воле Божией и на том, чтобы все твои внутренние локаторы прислушивались к этой воле Божией и вот её ставили в основу твоего здания. Важен не результат твоей карьеры, а важна твоя гармония с Богом. Тогда и карьера получится, тогда и жизнь сложится, тогда и будет и счастье, и покой на душе. Мы же часто строим на песке. То есть песок – это наше влечение сердца, песок – это наши фантазии, это наши желания, это наши планы, наши тщеславные желания. А у любого талантливого ребёнка всегда есть очень много тщеславия. Родители любящие это не замечают, потому что детки талантливые, они такие странные, они такие немножко слишком взрослые, немножко необычные, дерзкие, иногда очень такие своеобразные, у них перепады настроения, психика играет опять же, то есть трудно такого ребёнка, может быть, понять, и поэтому иногда родители многое не замечают, не придают большого значения каким-то вот этим росткам плохим, которые там уже в душе корни-то пустили, и живут, и цветут. Поэтому вот эта притча, мне кажется, можно с детьми её всяко-разно обсуждать, и говорить об этом, и наблюдать в своей жизни, что для тебя в жизни главное – не терять этот ориентир. И тогда дом построится, и Господь может дать им успех и в трудах, и в семье, в том, в чём мы хотели. Ну, а как же, скажете, вы эти люди, которые, например, знаменитые актёры, или музыканты, или спортсмены, которые вообще неверующие, и чего? Ну вот они добились, у них как бы, вот они знаменитые, всех Оскаров получили, чего? Они вот не на основании, не на основании веры строили, да, но Христос у них не краеугольный камень. Ну, во-первых, здесь всегда вопрос очень сложный. Во-первых, мы не знаем людей, и мы на самом деле не знаем, человек может не ходить в храм, человек может даже иногда не называть себя христианином, но при том им являться по жизни своей. То есть он в основу всего кладёт служение людям, любовь к людям, он не стремится стать новым знаменитым, самым популярным, а просто ему в этой роли очень хотелось что-то людям передать, такое важное, человеческое, а вдруг это вылилось потом в великую, большую карьеру какого-то суперартиста, да, то есть разные мотивы, Господь сердцеведец только знает, да, и второй момент, у человека может быть полное счастье в экранной жизни, но при этом полное несчастье в жизни личной и внутренней, мы просто об этом не знаем, какой внутри там у человека идёт внешне успешного, раздрай и сомнения, и как часто его дом рушится на песке, построенный, ведь дом – это ещё и наша душа, это не только наша жизнь внешняя, но это и наша душа, наше состояние душевное, духовное, наша гармония с окружающим миром, окружающими людьми, а как часто мы с вами узнаём о том, что наши любимые артисты, ну, например, да, поскольку мы больше всего о них обычно знаем, там, певцы или там, музыканты или актёры, на самом деле наркоманы, на самом деле они там, пьющие или гулящие, а это тоже происходит от внутреннего раздрая, неустроенности, тоски, ощущения нестабильности, неустойчивости здания твоей души, потому что в основании его не положен фундамент добрых помыслов и краеугольный камень, образ Христа Спасителя. Вот поэтому задумаемся, и мне кажется, очень хорошая тема для обсуждения с детками. Ну вот, мои дорогие, небольшой сегодня выпуск, уже у нас совсем темнеет, вечер, ещё кучу всего надо переделать. Я сердечно благодарю вас за эти 15 минут, которые вы уделили нашему совместному чтению Евангелия. В пятницу ждите выпуск блога «Святая земля сегодня». Анна плюс Рафаил, мы будем вместе вести блог. Давно мы вместе не появлялись, и вот Рафаил говорит, давай-ка, дорогая, что-нибудь вместе сделаем. Пора бы уже, а то я уже соскучился по нашим зрителям. Я говорю, давай. Так что вот что-то мы такое будем импровизировать, посмотрим. Также посмотрим, насколько далеко от дома мы сможем отойти. У нас продлили карантин до 14 октября, но это так вам, общие сведения. Так что живём, работаем, молимся. Храни вас всех, Господь, мои дорогие, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok